так всем привет сегодня агентаре расскажет про свои вообще беременность роды кому интересно смотрите кому не очень не смотрите здесь вот человечек лежит можно да вот ну давай гентаре расскажи вообще как вообще твоя беременность проходила легко и тяжело 3 как она ходить третьим ребенком за считать двоих ты легко отходила да вот а третье уже было потяжелее в чем тяжесть заключалась с этими двумя так не набирала да вес много набрала и токсикозы были вот это плюс щитовидка то что мучилась сильно вот это ночью что мокрота вот это мокрое жар бросала поясница сильно спина вот ноги все-все-все отдалось сильно ну потом все знают что я на сохранение было тоже мало приятно было лежать там неделю читай на последний датис когда уже сколько тебе сколько было недель не помнишь как ты на сохранение 3 4 неделя до до 35 и родила ты на какой тридцать девятый тридцать девятой неделе тридцать девятая неделя тридцать девятая неделя да давай давай ломаться будем ты стесняешься давай где наша улыбочка где наша улыбочка агу через неделю дай ему два месяца уже через неделю два месяца будет а мальчику ну что давай это расскажи наверное последние вот самые таки наверно были последние месяцы да вот перед рождением уже более такие тяжелые и ну и как ты пришла к родам скажи то я получается 20 числа ко мне пришла акушерка мы с ней познакомились как раз все потому что я вообще думала другую взять здесь акушерка пришло познакомь поменяла я все таки решила взять другую которая живет около нас вот и это скажи срок когда у тебя 4 4 апреля у тебя был родила я 21 до 20 тебе пришла акушерка на 20 пришла акушерка апреля и она мне сделала к пунктуру потому что у меня же нога вот это были проблемы же так она мне сделала к пунктуру все меня проверили все сказали ну точно до выходных мира не родишь мы хотели пятницу поехать сильные рожать до хотели уже вызывает да потому что но гентарь уже не могла ходить у нее очень сильные боли в пояснице были в тазу вот очень сильно болела и все может когда думали что поедем что пятницу вечером вот это не вызывает уже и мы вечером сидели вот среду получается 20 числа мы сидели не хотим мы хотим посмотреть вот так вот нам лучше и мы еще селись всей семьей пересматривали старые видео с вот эти которые есть как ли он родился как кристиан вот маленький был годик вот там всякое такое у меня пять часов начала хватать потихоньку я вот мужу говорю ты смотри на время ну и было каждые вот 35 минут потом каждые полчаса но я не знаю что такое настоящие схватки потому что мне при первых при первом и при втором не вызывали схватки искусственные вот было и здесь я думала что у меня пришло просто эти тренировочные как у тебя уже было потому что гентаре перед этим уже ездила в больницу думала что у нее схватки начались это сказали нет еще рано и я всегда говорила пока сейчас так разозлилась сказал же коробе не ой пока воды не отойду не буду рожать ну и все и как там потом потом у меня было каждые двадцать минут каждые пятнадцать минут но я терпела я думала тренировочные мне как-то сильно больно и не было чтобы там вот все 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 я уже не могу да то есть потом я пошла еще помню вот вечером помылась еще покушала хорошо два стейка таких съела ночью и я легла спать было где-то я помню одиннадцать полдвенадцатого а муж лёг по 2 я помню руку на живот положил а я просто периодически просыпалась на я думала пройдут эти боли вот это привыкла уже к ним на я привыкла в принципе явно на время даже не смотрела положил на живот а я его так откинул не трогай меня и ровно в два часа слышу такая как вот шампанское открываешь такая пробка такая пух и потекло воды у меня в голове было только одно матрасы это надо если у меня сейчас протекется на матрасы это все менять эти все уже ужас это покупать это ну лишние деньги я помню когда это ну и все андрей встал постелил мне это все чтобы потом скоро ему вызвали сразу потому что левни крестьян дома были это было среди недели кто-то у нас обещался но спал так и не ответили вызвали мы скоро и скоро я приехала мне сказали что дома уже я и сама уже знала что я буду рожать что меня наскоре увезли что я сама еще по лестнице спустилась вниз вот легла все такое найду на ису и потом родом когда приехали у меня схватки пропали у меня не было схваток я еще позвонила вот может было пол четвертого в 4 позвонить без 10 4 я позвонила свекора а у меня открытие было всего лишь четыре сантиметра кажется того и акушерка сказала говорит ой говорит будет длиться это говорит может говорить только 9 в 10 утра родишь получается я с мужа мамы поговорила и мне стало что-то плохо вот я чувствовал просто уже давление да 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 ну и что я акушерку зову я говорю мне кажется у меня началось она говорит не может быть говорит потому что эти только 4 сантиметра открытия было только я все время разговаривала нормально я схваток нету я то есть я не тужилась ничего она открыли зашла и говорит я сейчас посмотрю говорит когда она открыла потому что мне холодно было начало трясти морозит меня когда она открыла на как слышала как она сказала девочка не тушься потому что уже все было все полностью открыто было уже у меня а трубку я положила мы потом смотрели 33 59 времени вот на все настолько сразу врача вызвала сразу в это позвонила ночью я пять раз так подтолкала хорошо и все 409 родился он у меня так быстро с пол второго до этого сколько полтора ли в два скоро приехала скоро я приехала было я вызвала смотрела по раскладке телефоны как раз как-то прошлый месяц 22 23 на что через два часа ты родила без пятнадцати три ровно я была уже потому что пока они мне здесь дома расспросили пока там ремни пристегнули в скорой данный то есть без пятнадцати три я была вас на брюки в больницу вот пока я там меня даже не успели переодеть же меня только штаны смех и вот когда потом акушерка положила мне ребенка уже на грудь она говорит ой говорит я даже забыла говорит потому что все так настолько быстро произошло и она сама не ожидал потому что я говорю я все время разговаривала со всеми нормально у меня не было ни схваток не джон у меня даже и открытия такого-то толку не было я с этим одним то один то два сантиметра ходила же мы с вами уже последние два месяца я уже так ходил рост вес 3 430 как мило наш 56 сантиметров назвали мы и лес по-русски илья вот маленький мальчик у нас нам скоро два месяца уже будет а до взрослые или такие вот такой я маленький мальчик маленький мальчик скажи у них я улыбаемся там чуть лифт у нас такой крик тун потом я ой мало от риска была ой потом я помню пол пятого у меня вот отошла это плацента на плацента вот отошла и потом не разрешили уже звонить но у нас и на всю неделю говорила так хочу вставать где-то в шесть-пять надо дождаться чтобы все сделать чтобы уже пока детей отведу в садик у меня все готово и на вся мечта рано вставать но не получается здесь я решила я тебе позвонил без десяти наверно 6 что-то такое я уже не выдержала даже и уже позвонил она говорит я говорю я родила нет еще такая говоришь я беру сонная ридно чё вставай горит и хотела в 6 вставать и воды и ты говори спать хочу я родила да ладно чё ты прикалываешься и на я родила говорю подожди как ты родила мы собирались пятницу ехать рожать а ты в четверг уже родила я же тебе написала у меня телефон уже стоял на вибрации я всегда его на ночь отключаю без звука ставляет на вибрацию включила я этой вибрации не почувствовал я не услышала смотрю точно и сообщение что и на я едуща скорой рожать все так вот вот так вот а я родила уже домой приехала четверг родила пятницу домой приехала вечером мы были дома да здесь можно кстати потому что тоже бывает спрашиваю да что как вы здесь можно даже вот родила и сразу же и домой можешь поехать и потом просто вот эти все обследования это все у врача делать своего детского и тени или акушер когда тоже это все делает потому что хочешь оставайся на три дня до например там в основном можешь сразу там бумагу подписываешь можешь родить и сразу же уехать на гентаре вот на следующий день уже дома была чё там делать-то в больнице сидеть если вот так про больницу вот и меня спрашивала тоже ну то есть все есть памперсы одежда только уже когда ребенка забираешь уже в своем в свадьбе конечно забираешь а так все все есть там и одежда и памперсы и буфет и сколько хочешь там кушай ну в палате была я вдвоем потому что сейчас не разрешается побольше чтобы не было шума чтобы другие могли отдохнуть тоже мамы вот по два человека роддома вообще хорошие я говорю я когда рассказываю девчонкам тоже в украине никто не верит что даже и там и памперсы какие-то крема присыпки есть одежка как не может такого быть гарю да лампы вот эти у каждой комнате есть эти пеленальный столик да вот в каждой комнате то есть врачи приходит то гимнастику как делать то как кормить вот это все без конца любая таблеточка что тебе надо сразу же прям давали надо да но это все оплачивает страховка да или тебя счет еще при пришел какой-то дополнительный зароды зароды нет но на сохранении когда лежала на сохранении да это же помню когда лежала на сохранении мне тоже потом счет пришел еще а это а зарода нет зароды страховка оплатила вот интересно сейчас просто насчет скорой помощи ну кстати да платила что-то потому что многие говорят вызвать скорую это так дорого в германии что это вообще это вчера вот как раз пришло как-то вот андрея маму же возили в больницу на скорой на скорой да и и вызвали она была у врача да 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 и там плохо стало плохо стало ей вызвали скорую и вчера пришел вот счет ей как будто сколько-то там переняли я уже не скажу даже цифры но 10 евро ей надо заплатить а всего лишь 10 евро но у нас земля кстати сразу говорю nord-rhein-westfalen потому что может быть всех раз землях по разным потому что есть говорят там и по 100 чем-то ойра платят и знаешь как нормальные роды вот это вообще да то есть крангенкасса вот эта страховка страховка медицинская нормальные роды полторы тысячи стоит если кайзер кисерят ты имеешь ввиду если например вообще стоимость родов полторы тысячи если например ты не застрахован и ты идешь рожать ты платишь полторы тысячи потом если тебя кисер его делаю это то 332 80 ну я понимаю там и анестезиологи ну да 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 понятно да я просто всегда говорю я же сама родила я же сама пришла я сама пришла я сама родила но убрала там акушерка за мной там это все и полторы тысячи больницы но это вот если не застрахован да если вас страховка все оплачивает страховка понятно ну и это ты ничего за скорую не платила пока не пока нет если еще не придет не придет еще непонятно не знаю потому что вот не только недавно пришел то что я на сохранении лежала задлится может тепло если чё тогда скажем а так пока мисс нет ничего не это не платила там наверно будет сразу вопрос кормила ли я грудью кормили я и еще что-то надо да 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 пробовала первый раз все у меня недели три продержала хватило на три недели три-четыре недели я продержалась мне пришлось все время докармливать его бутылочкой и потом то что вот и леон и кристиан то школу надо отходить то уроки просто то забирать удобнее да тебе удобнее так приходим домой они мама кушать мы хотим и мало если сидеть грудью кормит а мне там тоже час уходила ну за раз да уже вот так вот поэтому мне удобнее бутылочки я кормлю бутылочки смесь и мне это как-то не мешает каждой маме как удобно да как удобно так и тебе это конечно понятненько так что еще что вроде все вроде бы да все ладненько задавайте вопросы если кому что интересно агентаре комментарии читает сама ответит или я уже за нее отвечу если что все всем пока всем спасибо за поздравление когда и на тоже сказала что я родила там я читала много кто писал что и поздравляет и все такое спасибо всем правда я все передавала все честно все что мне там приходило тоже пересылала я тоже там первые пару дней только поздравление от людей которых не знаешь даже как приятно очень приятно да то есть я не такой там блогеры или еще что то чтобы у меня там так сильно знали да то есть но спасибо большое всем очень приятно было все ланька всем пока пока пока